Осуществление личного приема граждан по вопросам широкого профиля. Инициатива не одноразовая. Практика проведения таких встреч давно доказала свою эффективность. За три года системной работы многопрофильного консультационного пункта в Ленинском районе города Бреста десятки проблем были вынесены на поверхность, а впоследствии успешно разрешены. Столько же поставлены на контроль. Глава администрации Геннадий Борисюк открыт к общению. Считает важной составляющей своей деятельности конструктивный диалог с населением. Этого принципа придерживаются и другие руководители. Ответы на вопросы социально-экономического характера, на тему жилищно-коммунального хозяйства, воспитания и обучения детей, трудоустройства дали специалисты в своих областях. Накануне очередного приема граждан руководители подвели итоги предшествующих встреч. Проанализировали деятельность по разным направлениям, очертили круг задач на будущее. Такой принцип работы – залог успеха, уверен глава района. С этим не поспоришь. Результаты достигнуты высокие. Прежде чем выезжать сюда, я попросил поднять все эти проблемы, которые мы обсуждали на предыдущей встрече, и посмотреть, как мы их решили. Я хочу сказать, что большую часть проблем, которые в нашей компетенции мы решили. Поэтому наш принцип, выезжая к людям повторно в тот же микрорайон, мы должны знать, что уже мы им сделали, чтобы это не были какие-то пустые разговоры. Поэтому эффективность этих встреч и снятие напряжения, она без сомнения есть. И однозначно это и доказывается даже чисто статистикой. На нынешнем приеме ажиотажа граждан не наблюдалось. Глава администрации объяснил это тем, что спектр интересующих вопросов сузился. И все потому, что консультационная комиссия работает на результат. Однако среди актуальных обращений – совершенствование отдельных участков проезжих частей, подведение воды к частному домовладению. По-прежнему популярный вопрос от населения крыши жилых домов, их состояния и готовность к сюрпризам природы, а также благоустройство даровых территорий. Помимо этого, обращения среди которых преимущественно многодетные мамы интересовались наличием мест в дошкольных учреждениях образования, собственным трудоустройством, возможностью перевода ребенка на обучение на дому. Во всех этих случаях специалисты предупредили переживания родителей. Отдельные вопросы взяли по свой контроль. За помощью в решении проблемы приватизации пришел 92-летний брещанин. Пенсионер был уверен, обращение к органам власти и руководителям администрации Ленинского района будет иметь положительный итог. Мы встречаемся с людьми еженедельно. Вот даже у меня каждую среду прием граждан. Сегодня среда, с утра с 8 часов у меня прием граждан. И люди приходят. Но, как мы уже заметили, психология людей немножко своеобразная в каком плане. Они считают, что ехать в город, особенно с окраин, ходить в кабинеты к чиновникам, это тратить время, там трудно попасть, хотя это не так. И мы поняли, что если мы вот такими консультативными пунктами будем уезжать со специалистами, которые знают досконально свои проблемы, то это тоже будет плюс. И вы видите, что люди приходят. Воездные и консультативные пункты – одна из эффективнейших форм решения существующих проблем. Представители органов власти рассматривают каждую из поступающих просьб. Результат двустороннего общения – это постепенное и грамотное решение наболевшего вопроса. Продолжение следует...